Сегодняшняя тема фиброзно-кистозная мастопатия. Меня зовут Александр Зимин, я доктор натуропатии и представитель России во всемирной натуропатической ассоциации. Сегодняшняя тема натуропатия при мастопатии. Почему помогает натуропатия при мастопатии и лекарственные травы? Дело в том, что фитопрепараты являются более физиологичными, чем синтетические и чем назначение гормонального лечения. Итак, перечислю основные пункты. В долгосрочной перспективе методы натуральной медицины имеют более высокий результат и меньше побочных эффектов по сравнению с синтетическими препаратами и гормональными препаратами. Итак, факт номер один. Причины возникновения мастопатии. Это всего две. Первая – это особенность питания. И вторая – это образ жизни. Нет никаких эксклюзивных, особых причин для возникновения мастопатии. Нет какой-то одной главной причины. Поэтому нет и волшебной таблетки, которая бы сразу могла убрать мастопатию. Есть только зависимость от эндокринной регуляции уровня гормонов. Чаще возникает это состояние в репродуктивном периоде. Это и понятно, потому что ткань молочной железы – это зеркало гормонального фона женщины. Фиброзная ткань. Она поддерживает молочную железу. Передает ей форму. Это ее остов. Кисты – это округлое и соединительное тканное образование. При мастопатии нарушается, грубо говоря, структура молочной железы. Главный фактор, влияющий на прогрессирование мастопатии – это эстрогены. Между тем, кроме классических эстрогенов, на ткань молочной железы могут влиять и многочисленные эстрогеноподобные вещества. И ксеноэстрогены. Они содержатся в продуктах питания и являются экзотоксинами. Что предлагается в стандартах лечения мастопатии? Это несколько вариантов. Первый – наблюдение. Просто смотреть и оценивать, растет ли измененная ткань молочной железы, увеличивается ли она со временем. Второй подход – гормональная терапия. Для меня использование гормональной терапии – это как если у автомобиля загорается лампочка, сигнализирующая о какой-то проблеме, в нашем случае о мастопатии. Вы ее просто выкручиваете. Нет лампочки – нет проблемы. Однако так проблему не дается решить. Почему применяется гормональная терапия? Ведь исходно организму хватает своих гормонов. Поэтому весь вопрос утыкается в цикличность, регулярность их выработки. Но среди лекарственных растений есть много регулирующих гормональный фон. Они относятся к разным группам по механизму действия. Теперь давайте перейдем к тому, что надо конкретно делать. Диета – должно быть ограничение пищевых продуктов, содержащих метилоксантин, кофе, чай, кола, шоколад, какао и разных неполезных жиров. Рекомендуется растительная диета, способствующая элиминации эстрогенов. В основном это растения, обладающие желчегонными свойствами или усиливающими секрецию желчи. Презвычайно важно использовать витаминную терапию. Витамин А, витамин Е в дозе от 150 международных единиц в сутки, аскорутин по одной таблетке 2-3 раза в день и, наконец, фитопрепараты. На первом месте дается, как правило, прутняк. Он воздействует на D2-рецептора дофамина, обладает дофаминергической активностью. Дофамин – это антагонист пролактина. Используется примерно по 30 капель по одной таблетке 2 раза в день в течение 3 месяцев и даже больше. Существует две эффективные формы – это порошок и настойка. Следующая группа фитопрепаратов – содержащие индинол на основе капусты брокколи семейства крестоцветных. Индинол улучшает обмен эстрогенов в печени. Прием по 1-2 капсулы в день во время еды примерно 2-4 месяца. Почему так происходит? Так как серосодержащие компоненты, индол содержащих молекул, являются структурными компонентами ферментов, занимающихся деградацией эстрогенов в печени. Говоря более сложным языком, индинола – это некие витамины для ферментных систем печени. Соединения серы также способны влиять на метаболизм ксеноэстрогенов. Также небольшие дозы йод, содержащих растений, способны благотворно влиять на метаболиты эстрогенов. К ним относится дурнишник. Лучше использовать его в форме настоев. Третий натуропатический подход – использование полиненасыщенных жирных кислот. Итак, полиненасыщенные жирные кислоты. К ним относится вечерняя примула. Вот это масло вечерней примула содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Приём ведётся по 2-6 капсул в день вместе с пищей. Курсами по одной упаковке примерно таких курсов должно быть 2-3 раза в год. И, конечно, должны быть курсы адаптогенов – лимонник, левзея, радиола. Возможно также использовать седативные сборы – пустырник, эсшольца, эфирное масло лаванды в капсулах. Для более точного подхода необходимо установление уровня гормонов не только в крови, но и в слюне – так называемые функциональные эндокринные тесты. Важно также оценивать, как меняется структура молочной железы на УЗИ, если это молодой возраст, и на маммограмме, если после 35 лет. Подписывайтесь на канал, поделитесь своими мыслями по поводу мастопатии, оставляйте комментарии.